Не успел удальцов выйти на свободу, как тут же заявил о себе, как о системном политике. Уличные бунты и стояние в фонтанах его уже мало привлекают, хотя у него была репутация некоего революционера. Зато поиск единого левого кандидата к выборам в компании с Зюгановым и Мироновым потолок его пост тюремных желаний. И разумеется, попытаться отбить у Навального часть так называемых левых сторонников – это первое, чем займется левый вождь на свободе. Точнее, уже занялся, заявив в адрес Навального, что подставлять людей под аресты – это провокация. Как и любая несанкционированная акция, надо понимать. Идеальный россиянин, перевоспитавшийся в российской тюрьме, должен выглядеть именно так, как Сергей Удальцов. Другой Сергей, только Владеленович, в Кремле аплодирует стоя. Был бы режим поумнее, выпустили бы Удальцова на год-два раньше, лучшего бревна для тарана оппозиции сейчас просто не найти. О растаскивании оппозиции по частям и о конфликте Удальцова с Навальным власть могла только мечтать. В условиях войны с Украиной у любого крымнашиста просто нет в России самостоятельной ниши, давно занятой режимом. Что прекрасно показал пример Лимонова, который незаметно свернул бурную протестную деятельность, слившейся с путинским режимом в крымских объятиях. Левые в России вообще демонстрируют полный пролич воли, поскольку их имперская программа целиком реализована кремлевским олигархатом. Нет больше никакого левого движения, о котором стонет Максим Шевченко, а есть подголоски имперского режима, один из которых, посаженный этим самым режимом, только что вышел на свободу. Тюрьма ему и вправду в Прагово мозги – полнейший стокгольмский синдром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok